В России стартует программа льготного автокредитования и лизинга. Покупатели могут рассчитывать на скидку в 20% при оформлении машины в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. Она будет действовать лишь при покупке отечественных автомобилей, таких как УАЗ, ГАЗ и ЛАДО, стоимость до 2 миллионов рублей. Особые условия будут распространяться на первый отечественный электрокар Эволют. Скидка на его покупку, а также приобретение в лизинг составит 35% от общей стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Производство и продажа машин новой марки начнется уже в сентябре. На льготное автокредитование государство планирует выделить 10 миллиардов рублей. По оценке Минпромторга, за счет господдержки до конца года будет продано 50 тысяч автомобилей по особым условиям. Еще 25 тысяч машин по льготному лизингу. На эти цели власти предусмотрели 5 миллиардов рублей. Что касается льготного автолизинга, то базовая скидка составит в 2022 году 10%, но не более чем 500 тысяч рублей. В программе льготного автолизинга могут принимать участие все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства следующих брендов. КамАЗ, Урал, ГАЗ, ЛАДА и УАЗ. К слову, стоимость новых ЛАДА, ВЕСТ и ИКСРЭЙ начинается от 1 миллиона 100 тысяч рублей, ГАЗ от 1 миллиона 700 тысяч, а УАЗ от 1 миллиона 400 тысяч рублей. В Башкортостане вынесли приговор организованной группе за хищение земельного участка, нескольких участков в Иглинском районе. Их площадь составляет более 150 тысяч квадратных метров, стоимость 184 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Следствием установлено, что подсудимые с 2007 по 2010 год незаконно оформив право собственности разделяли земли на более мелкие участки и реализовывали третьим лицам для индивидуального жилищного строительства. В деятельности были замешаны бывший секретарь Иглинского районного суда, местный житель, риэлтор и ее брат. Находили свободные земельные участки, пригодные для индивидуального строительства. Далее, один из умышленников, являясь секретарем Иглинского районного суда, изготавливал эффективные судебные решения об отчуждении муниципальных земельных участков, которые заверял гербовые печати суда. Впоследствии с использованием подложных документов агентов по недвижимости, состоявшим в преступной группе, оформлялись права собственности в управлении Росреестра в пользу двух других членов группы и близких связей. Никто из подсудимых не признал вину в зависимости от роли и степени участия. Их признали виновными в отделке документов и отмывании средств, полученных преступным путем. Трех фигурантов освободили от наказания из-за истечения срока давности преследования. Четвертого подсудимого приговорили к двум годам колонии и штрафу в один миллион рублей за мошенничество. Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по доле лесов и парков. В столице республики они занимают 40% от общей площади. Об этом сообщает аналитическая компания «Маркетинг Логик». Рейтинг возглавила Перм с показателем 56%, на втором месте Краснодар – 46%. В пятерку также вошли Воронеж и Новосибирск, где на долю парков и лесов приходится 38 и 35% соответственно от общей площади этих городов. Аналитики отдельно оценили города с населением от 50 тысяч человек. Этот рейтинг возглавил Сочи, где зеленые зоны занимают 90% города. В первую двадцатку по этому показателю ни один из населенных пунктов Башкортостана не попал. При этом второй по величине город Башкортостана Стрельтомах включили в антирейтинг, где он занял 8 место. Леса и скверы в нем занимают только 17% территории. Правительство России упростило рефинансирование ипотеки для семей с детьми при помощи материнского капитала. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В частности, изменения затронут перечень документов, которые запрашивает пенсионный фонд. Теперь заемщикам не нужно предоставлять справку о погашении первоначального кредита. Достаточно лишь документа от банка, выдавшего заем. Власти страны уверены, что новые правила ускорят процедуру рефинансирования ипотеки. Также молодые семьи смогут получить субсидии на покупку жилья. Льготы будут выдавать в рамках федерального проекта по обеспечению жильем и коммунальными услугами. Для этого власти проводят отбор банков, которые будут открывать счета для социальных выплат. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центральным банком на сегодня. Доллар и евро снижаются. Американская валюта подешевела на 27 копеек до 58 рублей 25 копеек. Евро подешевела на 55 копеек, курс 58.34. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке открытия за 63 рубля 25 копеек. Продажа в Солидбанке за 66 рублей. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке открытия за 65 рублей 65 копеек. Продажа во Фридом Финанс за 67 рублей ровно. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.